Всем привет! Сегодня мы находимся в Алматы Галери и хотим поговорить с Аней об искусстве. Аня, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о себе, какой у вас бэкграунд в искусстве, какой у вас есть опыт для читателей в Казахстане, чтобы о вас лучше узнали. Я художница, современное искусство у меня, я продаю свои работы уже более 20 лет в Европе. У меня папа был художник-ювелир, в Казахстане работал, дедушка архитектором был, то есть я художник третьего поколения. А с чего нужно начинать, чтобы получать удовольствие от картин? Мне кажется, очень важно, когда приходишь в галерею, попробовать сделать какой-то тур с куратором, потому что куратор может рассказать о художнике, о том, что его восхищало, именно об этой работе. Особенно в современном искусстве, мне кажется, важно понять суть работы, и тогда становится намного интересней. А вообще очень важно ходить по галереям, по артфест, по музеям, и чем больше ты видишь, тем больше в тебя впитывается, и ты уже становишься более избранно относишься к искусству. Это больше про насмотренность, про эмоции или про историю? Для меня это прежде всего про эмоции, но история также важна. Может быть, когда ты только начинаешь разбираться в искусстве, история очень важна. А эмоции, например, если вы взгляните на эту картину, что вы чувствуете, как вы оценитесь? Ну, лично для меня это ностальгия, потому что я так редко бываю в Алма-Ате, что я когда смотрю на горы, для меня это опять же эмоции, и хочется поскорее вернуться, подышать алматинским воздухом, походить в горах. Да, то есть для меня, когда я вижу работы такие, это ностальгия. Это считается современное искусство, я правильно понимаю? Это современное искусство, да. Чем оно отличается? Давайте границы какие-нибудь разделим. Ну, я считаю, что современное искусство, это прежде всего по времени, то есть надо разделять, там с какого-то определенного года начинается уже современное искусство. Какая самая дорогая картина из современного искусства? Это, наверное, де Кунинга картина Interchange, она вот была продана за 300 миллионов долларов. Это вот самое дорогое современное искусство. А в чем ценность этих картин? Ценность этих работ, ну, во-первых, кто написал эту работу? Как работа повлияла вообще на историю искусства? Потому что очень много есть современного искусства, которого не понять вообще, этот концепт. Но, допустим, эта работа повлияла очень сильно на развитие дальнейшего искусства. Если дело касается инвестиций, то уже немножко теряется смысл именно о таланте художника, картине самой. Мы уже говорим про финансовую схему. И это целое... Нужно быть специалистом, это нужно изучать. Единственный совет, который я могу дать, наверное, это следить за рынком искусства. Во что, в каких художников вкладывают большие коллекционеры и подстраиваться под них. Потому что чаще всего именно они диктуют рынок искусства. А что сейчас в трендах? На мой взгляд, в Европе, опять же, я не специалист, особенно по среднеазиатскому искусству, а на мой взгляд, в Европе, в Америке это искусство женщин-художниц. Какая самая дорогая картина, которая была выполнена женщиной в современном искусстве? Есть ли такая не в современном? Это вот Джорджио Кифе, и ее работа была продана за 44 миллиона. Опять же, мы понимаем разницу между женщиной-художницей и мужчиной-художницей. Шесть раз почти меньше. Ну да, там, если мы говорим о Де Кунинг, то 300 миллионов. У Кифа женщина, получается, у нее 44 миллиона. Я считаю, что они настолько же наполнены, сложные, красивые работы. Это просто из-за истории искусства. Потому что женщинам очень долго нельзя было вообще практиковать искусство. Им нельзя было находиться в студиях, им можно было смешивать краски. И единственное, как женщина могла стать художником, это если у нее отец-художник, она ему помогала. А вообще это было не принято очень-очень долго. А мне интересен такой вопрос. Как много женщин среди покупателей картин? Вы знаете, сейчас все больше и больше становится. Очень много, я смотрела статистику, женщин покупают в Китае. И именно они вкладывают в женщин-художниц. Я не знаю, с чем это связано, мы еще пока не можем понять. В Европе тоже больше и больше, в Америке. Но, опять же, это несравнимые цифры. А сколько лет необходимо, чтобы сделать картину дорогостоящей? Нет правила такого. В искусстве вообще это такой мир непредсказуемый, нет никаких правил, регуляций. Поэтому там зависит от художника. Это может занять день, это может занять года. А вы продаете собственные картины? Да, да, конечно, я продаю. Можно ли сказать, что искусство все еще не настолько доступно обычным людям, насколько богатым? Нет, мне кажется, если вы именно поговорите про инвестиции, то может быть. А если искусство, доступность его понять, смотреть, любить, заниматься, то в этом и счастье, да, искусство, что оно доступно для всех. Отдельно мы занимаемся еще Wow World. Wow World это движение, которое поддерживает женщин-художниц. И оно начало, я его начала с той точки, когда я была самохудожницей. То есть я начинала, я думала, что я делаю не так. Я начинала изучать статистики. Я поняла, что это просто дело не во мне и не в том, как я веду практику. А дело в том, что очень большая разница в количестве мужчин-художников профессиональных, и женщин, и в количестве 100, сколько они получают за свое искусство. И сейчас мы это начинаем исправлять. То мы подходим к галереям и просим их, чтобы они выставляли именно женщин-художниц в определенное время, чтобы был такой импакт сильный. Это началось в Лондоне, а сейчас это по всему миру. То есть галереи поддерживают наше движение во всем мире. А вы не участвуете в отборе работ? Вы только просите, чтобы было без своих художников? Да, специально, потому что мы не хотим, чтобы думали, что мы там кого-то выбираем в своих интересах. Мы говорим галереям, выбирайте любого художника, которого вы хотите представлять, но чтобы это была женщина-художница. Года четыре назад это было очень тяжело. Мы просто приходили в галереи, нам говорили, что нет такого количества работ женщин-художниц, или у них запланированы выставки на следующие 10 лет. Но сейчас это уже становится, знаете, стыдно, не выставлять женщин-художниц, и намного легче нам с этим работать. Почему так происходит? Насколько я знаю, сейчас в трендах как раз-таки работы женщин, что-то связанное с феминизмом. Но при всем при этом статистика еще не настолько радужная. Нет. Опять же, это тренд. Вы не забывайте, что разница есть в трендах, а есть реальность. То есть есть там 10 женщин-художниц, которые действительно хорошо ведут свою работу, их показывают на аукционах, продают. Но, опять же, не настолько хорошо, как мужчин-художники. Но так как об этом говорят все, кажется, что все нормально. А если смотреть на статистику, то история совсем другая. Почти 70% женщин заканчивают институты искусства. То есть выходят, а после них, после этого, наверное, только 3% от них работают как художники профессионально. А у мужчин, наоборот, то есть их очень маленькое количество заканчивает. Но потом они, ну не все, но большинство из них продолжают карьеру художника. По своему опыту, с чем это связано. Допустим, когда у меня родился ребенок, то меня просто как бы сказали, что уже все, вы больше не работаете. И так происходит, я уверена, со всеми женщинами-художниками. Хотя это очень странно, потому что если у тебя есть ребенок, у тебя все равно более глубокие работы становятся, они меняются. Но пропадает вот эта культура, когда надо ходить на все мероприятия, общаться, встречать коллекционеров. То есть это отходит на задний план, что естественно и нормально, но работа от этого не портится. Но сейчас это все меняется. Редактор субтитров А.Семкин